Тайм-трекеры нужны и даже если сейчас они не нужны, потом будете страдать. Я говорил о важности тайм-трекеров на примере Toggle, но в комментариях мне написали, что есть еще Clockify. В целом они похожи, но чем-то все-таки различаются. И это что-то заставило меня на Clockify собственно и перейти. Посмотрим, что это. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Не буду проводить сравнительный анализ Clockify и Toggle. Рассмотрим его, что называется, с нуля. Вот так выглядит рабочее приложение, уже наполненное. Сейчас зарегистрируемся и пройдем все этапы, но в конце у вас все будет выглядеть примерно так же. Собственно треки, они же задачи, над которыми вы работаете, разбиты по проектам. Есть дашборд, над чем вы работали, например, на этой неделе и список наиболее трудозатратных треков и отдельно репортс, то есть отчеты уже более детально настроенные. Собственно, почему я перешел на Clockify в том числе? Потому что тут, хотя и нет поиска, но строка автозаполнения включает в себя гораздо больше треков, чем в Toggle. Хотя чуда в итоге не произошло и по мере роста треков какие-то он искать перестал. Субъективно мне показалось возрастом три недели и больше. Но эту проблему, если у вас есть регулярные виды работ, можно решить с помощью создания тасков, но об этом ближе к концу. Регистрируемся и перед нами чистый трекер. Добавляем трек, то есть работу, которую делаем и добавляем проект. Пока у нас проектов нет, создаем. Так, я работаю в данный момент над скринкастом и так как это регулярная работа, можно добавить ее в качестве названия проекта. А работаю я на теплицу, значит это клиент. Не добавилось. А, Ctrl-Inter надо нажать, а не просто Inter. Ну то есть понятно. Я регулярно делаю скринкасты для теплицы. Это проект. А каждый конкретный трек — это конкретный скринкаст. Таким образом я смогу впоследствии посмотреть, сколько я трачу времени всего на скринкасты, сколько на каждый конкретный скринкаст и сколько всего на теплицу. Собственно вот это разбиение — проект, клиент, конкретный трек — нужно для того, чтобы более детально впоследствии все можно было посчитать. Сам процесс трекинга, я думаю, понятен. Запустили таймер — остановили таймер. Если вдруг забыли запустить или остановить, можно впоследствии подредактировать время старта или окончания. Удобно, что не нужно ставить двоеточие. Просто пишите 1850, двоеточие он сам проставит где нужно. Ну и трек запускается как из строки автозаполнения, так и отсюда. Также трек можно дублировать или удалить. Собственно по работе с таймтрекером все. Если работаете над чем-то новым, придумываете название трека, выбираете проект, запускаете таймер. Но во-первых, в рамках проекта у нас есть задание. Какая-то промежуточная и, казалось бы, непонятная категория. Давайте создадим, например, стримы. Ну и для полноты ощущений создадим все-таки еще один проект. Например, я делаю также скринкасты, но уже для Google. На самом деле я их не делаю. Если вдруг смотрит Алексей, это я для примера. Вот он у нас появился в строке, но почему-то не появился в проектах. Тут у нас только скринкасты для теплицы. Наверное, нужно трек запустить. Скажем, по аналитике я делаю. Старт, стоп. Да, появился здесь и вот здесь. То есть на данный момент у меня есть два вида работ. Скринкасты для теплицы и для Google. А вот если, например, для Google я делаю не просто скринкасты, а какие-то регулярные скринкасты, то вот их уже как раз можно вынести в разряд заданий. То есть Create Task. Скажем, я регулярно делаю скринкасты по аналитике. Создали. Опять не появилось, но это не важно. Сейчас появится. И еще я регулярно делаю скринкасты по YouTube. А вот у нас тут все появилось. Итак. Делаю скринкасты для Google про YouTube. Выбираю проекты и задания. Называю конкретный трек. Запускаю. Работаю. И в общем сразу понимаю, для кого и в рамках какого задания я работал. Скринкасты, конечно, не репрезентативная тема, но вы можете представить, как это переложить, например, на деятельность НКО. У нас есть проект «Подготовка к Новому году». Есть разные задания, например, «Подготовка благотворительной ярмарки», «Елка для детей» или «Выпуск новогоднего мерча». И в рамках каждого задания уже есть конкретные треки. А потом вы можете посмотреть не только дашборд, который также вполне информативен, но зайти в «Reports» и здесь уже составить детальные графики по каждой задаче или проекту. Ну в общем дальше уже можно комбинировать как угодно и за какой угодно период. Так вы можете посмотреть конкретный список работ, то есть треки. Конечно не рассказал всего. Тут еще можно пробежаться по настройкам. Есть ряд полезных галочек и очень полезная закладка «Интеграции». Интеграций много, как у всякого приличного приложения. И кроме этих настроек есть еще настройки вот здесь. И тут тоже есть ряд полезных галочек. Например, вот эта. Для многих я знаю, русская локализация важна и она тут есть. Но дальше уже как обычно или разберетесь, благо ничего особо сложного тут нет. Или пишите в комментариях и голосуйте лайками. Сделаю продолжение. Ну и конечно же подписывайтесь на канал и любите друг друга.